Здравствуйте, дорогие друзья! На портал Иисус пришел следующий вопрос. Может ли православный верующий ходить на музыкальные концерты в католических храмах? Отец Владислав, что бы Вы сказали по этому поводу? Я очень признателен католикам, которые позволяют в своих религиозных сооружениях, в культовых сооружениях, прослушивать великолепную музыку, классическую, которая на сегодняшний день, к сожалению, не так популярна, как попсовая музыка, любые другие стили, рэп. Я к школьникам хожу часто, что они слушают. Даже срамные глаголы эти, короче говоря. А еще любят включить какую-нибудь бутуз-колоночку и... Кадиллак, кадиллак. Короче говоря, все очень мрачно. И поэтому сегодня классическая музыка человека делает человеком. И то, что когда-то в советское время костелы стали использоваться как дома камерной музыки, превратив из религиозных учреждений эти культовые здания в храмы музыки, какой-то промысл есть. Во-первых, сохранились эти храмы великолепные, готические, красивые. Да, пусть их использовали не по назначению, но во всяком случае не так, как, допустим, в Оптиной пустыне, склады снегоуборочной техники, комбайнов и других. Но здесь два момента. Нет ли опасности в том, что мы приходим в католический храм, соответственно, насколько это вообще позволительно православному христианину? И другой момент, что по факту костел так или иначе является храмом, Домом Божиим, или не является? Как относиться православному человеку к этому зданию во время музыкального концерта? А как человеку, приходящему в оперный театр или в концертный зал, себя вести? Аккуратно, интеллигентно, не резать кресло, не курить, не материться. Вести себя прилично. Поэтому приходишь в костел, будь человеком, вести себя прилично. Не забывай, что ты не только в храме музыки, но и в храме, в котором огромное количество человек приходит помолиться Господу Богу. Вести себя благоговейно, аккуратно, так и приличествует любому достойному месту. Да, надо и поаплодировать, свистеть не надо. Да, но свистеть в оперном театре не надо на самом-то деле. Поэтому просто будь паранкиным, будь человеком. Но если говорить о специфических религиозных моментах, вот, к примеру, очень часто люди говорят, что когда заходишь в костел, хочется перекреститься, хочется поклониться, там изображение креста, бывают иконы висят. Может ли православный человек это делать в костеле? И нужно ли это делать, когда приходишь на такие концерты? Строго говоря, нам категорически запрещено соучаствовать в литургии. Мы, если я священнослужитель, я не имею права литургисать вместе с католическими ксензами или кардиналами. Но я могу присутствовать на литургии, на мессе, которую совершают, пусть даже Папа Римский. Как мы это видим, постоянно делегации русско-православной церкви и других церквей присутствуют на папских богослужениях. Присутствуют, не соучаствуют. Сидят, смотрят, думают о чем-нибудь своем. Когда говорит апостол Павел, не перестанно молитесь, он же не уточняет, что есть места, в которых молиться нельзя, потому что эта молитва зачтется, как молитва с еретиками. Нет, такого уточнения нет. Поэтому ты совершай свою личную молитву даже в том месте, которое не предназначено для осуществления молитвы православного человека. Поэтому ты видишь христианские святыни, перекрестись. Ты не обязан креститься, как и нет запрета перекрещивания перед католическими святынями. Надо, конечно, уточнить, что икон у них нет. У них есть христианские изображения. Они не приняли постановление 7-го Вселенского собора про иконы. Но надо сказать, что во многих католических соборах есть православные иконы. То есть потихонечку они входят и в их жизнь. И я, наверное, даже не знаю ни одного собора на русик, чтобы не было православной иконы, точнее костела. Пожалуй, так. Так что вы не переживаете, хотите перекреститься, перекреститесь. Не хотите, не перекрещивайтесь. Вы тем самым от веры во Христа не отрекаетесь. И не под действий никаких запрещающих правил не подпадаете. Ну, то есть получается, что посещение музыкальных концертов в костелах, в этом нет ничего страшного. И относиться мы к этому зданию можем, по сути, по вере нашей. Как и к любому другому месту мы относимся с благоговением, осторожностью и бережностью. У меня знакомая флейтистка. Я частенько захаживал на ее концерты в костеле. Даже на органе что-то там нажимал. Есть у меня замечательное видео, как у мелких сынулька там маяривает на органе. Да, можно, не переживайте, друзья. Ходите на концерты, а храм посещаете, конечно, православный. Богу Божьему, органному залу, орган и концерт. Спасибо, Ватис Владислав.